Друзья, доброе утро! О, как оно вывернулось, посмотрите, жалко от ветров. Мы в садике Сахиль, где развернута подготовка к празднованию Новрусбайрама. Сегодня 19 марта, погода очень неудачная. И ветер, и дождь, и холод. Но, насколько я уточнила, здесь будет замечательная экспозиция, посвященная Новрусбайраму. Праздничные ларьки, праздничная ярмарка. Посмотрите, фонтан украшен разноцветными лентами, как праздничный шатёр. Большие самяны, яйцо, яйца, раскрашенные праздничными узорами. Четыре стихии. Вода, огонь, воздух, земля будут представлены здесь театрализованными представлениями, рассказывающими об истории возникновения праздника. Праздник возник как языческий день равноденствия 20-21 марта, который был вычислен древними астрологами. И именно вторник является определяющим днём. Мир был создан за 7 дней. И именно деятельность высших сил началась во второй день. Поэтому вторник является очень важным днём празднования Новрусбайрамы. Освящён четырём основным главным стихиям. Потихонечку открываются створки ларьков. И, наверное, попозже здесь и откроется ярмарка. Давайте пройдём вперёд и посмотрим, что же там у нас представлено. Праздник весны, праздник Нового года. Начинается Новый год с пробуждения природы. Всё пробуждается, в полях начинаются работы, начинают расцветать деревья. Вот уже и первая экспозиция. С праздником! Этот у нас, эта экспозиция посвящена изделиям из дерева. Посмотрите, музыкальные створки. Посмотрим, что дальше. Начиная с первого вторника засевают семена сямяны. Конечно, можно купить готовое сямяны, но лучше вырастить его самим. Тогда благополучие, успех, удача гарантированы нашему дому. Салам! С праздником! Можно снять. Олар? Видео Олар? Ага. Сал. Тоже с дерева. Ха-ха-ха! В чём я говорю, хай, непонятно. Изделия, изделия. Сейчас на дочке намыкаю. Представьте горы, скоро Азербайджан, наши прекрасные дамы. Высоко-высоко, верхушки теряются в облаках, пасутся стада и пастуха. Чоксау, очень красиво, очень красиво. Еще бы поиграли, здорово. Здесь у нас национальные костюмы. Салам! С праздником! С праздником! Спасибо! Честно говоря, ниоткуда, я из Баку, честно говоря, да. Азербайджан? Да, да, да. Очень красивая хонча, деревенский двор, там гуси, горы, и сложен костер, в который каждый вторник мы должны прыгать. Семь раз прыгать, чтобы избавиться от всех неприятных вещей. А это большие мешки с дарами природы. Зейтун. Да. Птицы есть наши. Ага. Очень красиво. Ласточка. Очень красиво. Я желаю вам хорошей торговли и вашей семье с праздником всех благ. Как? Угу. Вот. Во дворах раскладываются костры каждый вторник. Должны прыгать все – и стар, и млад. Перепрыгнув семь раз, вы избавляетесь от болезней, от дурного сглаза, от всех неприятностей, которые могут случиться в вашей жизни. На этом, в этой экспозиции у нас картины азербайджанских художников, которые изображают узкие улочки крепости или какие-то интересные моменты, которые понравились художнику. Снова экспозиция с музыкальным инструментом. А вот фрагменты, фрагменты витражей, которые повторяют фрагменты дворца из Шики. Шикинский дворец. Да, Шикинский ханов. Ага. Очень красиво. Спасибо большое. Спасибо. А вот и папахчи. Папахчи – мастера, которые изготовляют папахи. Папахи. Да, тоже Шикинский? А, тоже Шикинский. Да, ничего, понятно. Салам. С праздником. Вот такие у нас шапки из натуральных шкурок. Каракольча из маленьких ягнят. Вот там я вижу. Норка – это не наши шапки, но вот эти из бараньей шапки. Вот так мы прошлись по садику Сахил. Видите, здесь сооружается сцена, где, наверное, будут выступления. Осталось узнать, когда это будет. Как бы не началось все завтра в одно и то же время. Удалось узнать, что завтра и послезавтра, 20-го, 21-го, с шести до десяти вечера в садике Сахиль будет мюзикл. Здоровительное представление. Приходите, друзья. Будем смотреть, наслаждаться и снимать. Вот такие витряные мельницы с голубыми лентами. Очень красиво придают праздничный вид садику. Все, выходим из садика Сахил и будем продвигаться к кукольному театру. Сегодня Таюшу не пустили на бульвар. Что-то там затевается. Пойдемте-ка посмотрим. Основные трассы перекрыты, особенно выход к бульвару. Чувствуется праздничное настроение. Побежим, побежим через дорогу. Пройдем по улице Гаджибекова до Малаканского сада. Бабушка, у меня нету мелочи. Увиденная встреча произошла. Жалко, что у меня телефон не выхватывается молниеносно. Мне навстречу бежал красивый, замечательный, изумительный. С большой-большой, с таким большим саквояжем своих изумительных фотографий. В своей изумительной тибетейке Фуат Ахундов. Я его поприветствовала. Я поздравила его с праздником. Сказала, я Леночкина мама. Он сказал, да знаю, знаю. Я его поздравила и пожелала всего самого доброго. Сказала, что он единственный и неповторимый. Кто по какой-то странной случайности, не знаком с Фуатом Ахундовым, может набрать весь юбе бакинские тайны. Мужчина, глядывайте на меня слишком громко говорю. Но говорю громко, потому что ветер, чтобы не заглушил мои слова. Выбираем в Ютьюбе бакинские тайны. И вам открывается ряд уникальных лекций замечательного бакинца Фуата Ахунтова. Вы узнаете тайны Баку. Вот теперь какая-то парадная, заваленная мешками цемента. С потрясающими вот такими барельефами на стенах. Уникальным полом, который уже облуплен. И его узоры затоптаны, раскрошены. И которые никто никогда уже не сможет повторить. Таких парадных немало у нас в Баку. По ходу действия приходится отвлекаться. Вот в этом доме, который выходит прямо на садик Малаканский, открыты уже давно потрясающие библиотеки, в которые я никак не дойду. Обязательно сходим. На месте бывшей травматологии. Обязательно как-нибудь пойдем. В садике Малаканском ничего особенного. Проходим мимо. И раз уж я здесь, пройду-ка я на площадь фонтанов. Наверняка там что-то интересное. Там обычно бывает ярмарка. Я слышу музыку. Вот наш садик. Малаканский садик. Как он сейчас называется, не знаю. Нам пока стояло заграждение. Нас пустят через полчаса. Подождем. И пока к Тае пересидеть. Чайку попью горячего. Посмотрим, пробьюсь ли я к ней. Все перекрыто. Смотрите, впереди балконы. Творца Тагиева. Творца, который построил замечательный польский архитектор Йозеф Гославский. Давай, давай, погода. Разгуливайся. Как сказать? Разгуляйся, разгуляйся. Уходи. Туча, уходите. Вот для твоего солнышка. Я сама тут там спрашиваю. Меня пропустят там. Да, вон девушка идет. Как раз Таюшкин блок там. Творца, конечно, не пускали. Но я сказала, что я к Таюшеньке. Меня сразу пустят. Очень приятно у Таи пережидать непогоду. И когда откроют центр. Вот как меня встречает Таюшенька. Капучино с белисом и кусочек домашнего торта. Практически кто ходит в гости по утрам. Кто посыпает мудро. Да, Тая? Говори. Да. Да. Вот. Мы с Таюшей зажгли свечку. Капучино. Там содержится оно в фрукте. Кстати, продолжая рассказ о Нувру с Байрами, о традициях. Раньше на крышах домов зажигали факелы по количеству членов семьи. А сейчас на праздничный стол ставят свечи зажженные. Тоже по количеству членов семьи. Понимаете? Не йогурт. Редактор субтитров А.Танкер